МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Случайно или специально в Сургутском дворе подростки подожгли внедорожник. Серия пьяных ДТП на дорогах крупнейшего города Югры пострадал один человек. И сургутянин угнал машину из автосалона, в котором работал. Здравствуйте, в эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в нашем городе и округе в студии Дмитрий Круговец. Случайно или специально в Сургуте подростки могут быть причастны к поджогу автомобиля. 16 сентября днем во дворе надзержинского 24 вспыхнул ленд-дровер. Тушили огонь 8 человек и 2 единицы спецтехники МЧС. Иномарка получила серьезные повреждения. Пламя уничтожило или повредило лакокрасочное покрытие по всей левой стороне авто. Салон полностью закопчен. Предварительной причиной ЧП называют поджог. По информации нашего телеканала, игравшие у дома дети подожгли картонную коробку и бросили ее под машину. Ведется следствие. В Сургуте пожарные спасли с горящей квартирой человека. В ночь на вторник огонь вспыхнул в одной из комнат 17-этажки на Захарова 12-1. Дым и пламя увидели соседей. Они же начали вскрывать входную дверь в помещение, где бушевал пожар. Помогли прибывшие спасатели. Параллельно развернули автолестницу. Пострадавшего обнаружили на полу. Он был в сознании, но надышался дымом. Мужчину передали врачам скорой помощи. С ЧП полностью справились за полчаса. На месте работали 27 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электроприборов. В Сургуте пьяный водитель устроил массовое ДТП. Сообщение в дежурную часть госавтоинспекции о крупной аварии поступило вечером в понедельник. На нефтьюганском шоссе у поворота на улицу Комплектовочную иномарка влетела в стоявшие у светофора машины. Мужчина за рулем Датсуна отвлекся от управления и на высокой скорости врезался во внедорожник Сан-Йонг. Джип по инерции столкнулся с Ладой Грантой, которую в свою очередь отбросило на Тойоту. Никто из людей не пострадал, у предполагаемого виновника массовой аварии имелись признаки алкогольного опьянения. Однако проходить о свидетельствовании 68-летний мужчина отказался. Закон приравнивает уклонение от тестирования к пьяной езде. Сургутянину грозит крупный денежный штраф и лишение права управления на срок до двух лет. Представляете, что расскажите, вот все водители, да, вы остановились на красной, да? Да, на красной стояли. На остановении станции приехал он, да? Да. Он на всех парах приехал, как данный, от удара. Другой пьяный ДТП в Сургуте произошло в среду вечером на перекрестке проспекта Мира и улицы Лермонтова. По предварительной информации, 25-летний молодой человек, управлявший ВАЗ-2114, поворачивал с Бажова налево и не уступил дорогу встречному Ниссан Кашкай. В результате удара кузов отечественной легковушки превратился в груду металла, а само авто, вероятно, восстановлению не подлежит. Водитель Лады получил ушибы, медики доставили его для осмотра в травматологическую больницу. Второй участник инцидента не пострадал, он попытался оказать первую помощь пострадавшему и заподозрил, что тот пьян. «Проехав почти весь перекресток, у меня внезапно начинает поворот налево, автомобиль синего цвета. После того, как произошло столкновение, я первым делом кинулся оказывать помощь второму водительу. Потом оказалось, что какой-то запах из той машины происходит. Он вёл себя в меняемом состоянии. Потом оказалось, что прикучился в язык». Водитель отечественного авто от медицинского свидетельства не отказался. Кодекс об административных правонарушениях приравнивает это к пьяной езде. За это предусмотрен крупный денежный штраф и лишение права управления на срок до двух лет. Более того, у мужчины не было при себе документов. Полис ОСАГО не оформлялся, а сарвутянин был ещё и не пристёгнут. В общей сложности молодому человеку выписали пять протоколов на общую сумму 33 с лишним тысячи рублей. За сутки, со среды на четверг, дорожные полицейские выявили трёх нетрезвых водителей. С начала года их уже больше тысячи. 157 попались в нетрезвом виде. За рулём повторно на них возбуждены уголовные дела. Всего на дорогах Сургута в 2020-м произошло 159 аварий. Пять человек погибли. 225 травмированы. Полицейские Сургута спасли двухлетнего ребёнка из рук пьяного дедушки. Мужчина выставил мальчика в открытое окно и угрожал бросить его с пятого этажа. Инцидент произошёл днём 14 сентября в Трелестнике на Куевицкого, 2. Очевидец событий заметил экипаж патрульно-постовой службы, доехал до полицейских и сообщил о происходящем. Стражи порядка связались с дежурной частью МВД и отправились к месту ЧП. Открывать дверь находившийся в квартире дебошир не стал, поэтому оперативники выломали её. Испуганного ребёнка обнаружили в одной из комнат с подсушилкой для белья. Родного дедушку мальчика, который угрожал его выкинуть, задержали. Он был пьяный, угрожал полицейским расправой и замахивался на них кувалдой. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Угроза убийством» или «Причинение тяжкого вреда здоровью», а также «Угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции». Максимальная санкция – 5 лет лишения свободы. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств, произошедшего. В ближайшее время оно будет соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным органом внутренних дел по факту незаконных действий, совершённых мужчиной в отношении своего внука. Сургутянин угнал машину из автосалона, в котором работал. С заявлением об угоне в полицию обратился предприниматель. Он сообщил, что из ангара неизвестный украл «Ниссан» стоимостью 430 тысяч рублей. Машина была передана автосалону по системе «Трейд-ин». Установить злоумышленника не составило труда. При помощи камеры видеонаблюдения полицейские вычислили, что иномарку угнал 28-летний менеджер этого же салона. Мужчина в свой выходной потребил горячительные напитки и решил покататься. Объектом исполнения своих желаний он выбрал машину со своего места работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет». В Сургуте отмечают рост сбыта фальшивок. С начала года полицейские завели уже 20 уголовных дел по статье «Изготовление» или «Сбыт поддельных денег». Из незаконного оборота изъято 16 купюр номиналом 5000 рублей, 5 купюр номиналом 1000 рублей, а также 3 банкноты иностранной валюты. В сентябре наблюдается всплеск деятельности фальшивомонетчиков. За две с небольшим недели изъяли 5 купюр подделок. Одной из них на уходящей неделе по всем фактам ведется расследование. Источник происхождения фальшивок устанавливается. Накануне в дежурную часть УВД России по городу Сургут поступило сообщение от кассира одного из банков города о том, что обнаружен и изъят денежный билет Европейского центрального банка достоинством 500 евро с признаками подделки. В финансовое учреждение обратился молодой человек, 1992 года рождения, с целью обмена валюты на российские рубли. Но иностранная валюта оказалась фальшивой. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова